Здравствуйте! Это программа событий. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пейнер. Главная тема выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все дороги ведут к стадиону. Завершается строительство улицы Самара-Арена. Она соединит Волжское шоссе и Демократическую. До конца ноября должны закончить стройку и приступить к благоустройству. Марьяна Мирная продолжит. На двух из трех проездов к стадиону Самара-Арена укладывается асфальт. Двухслойное покрытие, под которым песок и щебень. Также построены ливневки, вода из которых будет уходить в локальные очистные сооружения. В Рио губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проверил, как строят новую дорогу. Есть некоторые сложности, связанные с проектированием. И сейчас исполнителям работ зачастую приходится согласовывать изменения буквально с колес, что называется. Для этого в оперативном режиме работает штаб. Для этого в оперативном режиме решаются вопросы с инженерными компаниями, с теплоэнергетическими компаниями, с энергоресурсопоставщиками. Для того, чтобы, если есть какие-то отклонения от проекта, вопрос решался немедленно. День и ночь здесь работает 80 единиц техники и около 100 человек. Ведь день Х приближается. 1 декабря подрядчики должны сдать объект. Самая большая проблема – это погода. Потому что мы сначала работаем по земляному полотну. Мы выводим в отметку землю, строительство ливневой канализации. И даже там часовой дождь на 3-4 дня останавливает всю работу. Потому что мы не можем заехать с элементарной техникой. Для автомобилистов дорогу откроют только после организации схемы дорожного движения и когда установят освещение. По плану это произойдет не раньше весны будущего года. Сегодня вся территория возле стадиона, как и сам стадион, это одна огромная строительная площадка. Но день дорожника этим рабочим отмечать некогда. Трудится в круглосуточном режиме. Совсем скоро здесь будет уложен новый асфальт. После чего будет установлено ограждение и уложен газон. Марьяна Мирная, Константин Головин. События. Также рабочая группа под председательством первого заместителя министра строительства ЖКХ России Леонида Ставицкого посетила стадион Самара-Арена. Вместе с фрио-губернатором Дмитрием Мазаровым они обошли строительную площадку и посмотрели, как идет обустройство футбольного поля, где идут работы по подготовке основания. Оно имеет сложную структуру и состоит из нескольких слоев песка, щебня и системы подогрева. Завершен монтаж дренажной системы и установка оборудования для полива. После обхода стадиона итоги подвели на заседание рабочей группы. Леонид Ставицкий отметил, необходимо до 18 октября сформировать сводный график выполнения всех работ по стадиону и сопутствующей инфраструктуре с указанием конкретных сроков исполнения. Самара, как видите, с тахановскими темпами готовится к футбольному чемпионату мира. Все меньше времени остается до его старта. В порядок приводят дворы, дороги, мосты и места отдыха. Чтобы все шло по плану, глава города лично ежедневно контролирует ход работ. В рейд постройкам вместе с Олегом Фурсовым отправился и Сергей Кизуркин. Двор на Карла Маркса 430 полвека не знал перемен, рассказала старшая по дому Валентина Болотских. Теперь вместо разрушенных дорог, бурелома и покосившейся детской площадки во дворе появились скамеечки, песочницы, горка, спортплощадка, парковка и ровный асфальт. Все это стало возможным по программе формирования комфортной городской среды. Все востребованно. Дети играют и в футбол, и лазают здесь все. Особенно тренажер. Даже вот у меня некоторые бабули, это, ну, преклонный возраст, люди, занимаются этим вот в тренажерах. Там вот, утрам вот это, ходишь, смотришь, они это занимаются. Мы очень благодарны. Как проходит реконструкция двора, приехал проверить глава города. Жители попросили установить фонари и видеокамеры. Олег Фурсов с предложением согласился. Мы проводим конкурсы в рамках субботника. Три лучших двора в каждом районе. Победители конкурса, мы их оснащаем системой видеоконтроля. Представляете, здорово, повесили камеры, все это записывается, потому что все это полиция будет видеть, будет наказываться. Поэтому с точки зрения безопасности это тоже очень понравилось. Следующая точка – заводское шоссе. Участок дороги недалеко от Южного моста ремонтируют уже не по намеченному графику. Олег Фурсов распорядился увеличить темпы строительства магистрали. Иначе последуют меры административного воздействия. Срок возвращения в график – неделя. Два дня никого не имеется права, ни житель, ни губернатор, ни меня. А вот Южный мост заработает на полную мощность уже к понедельнику. Полгода его капитально ремонтировали. Подрядчик обещал закатать верхний слой асфальта в срок. Работать будут с тахановскими темпами. Не вижу проблем сделать это за эти дни. Сейчас погода есть, асфальт есть. Я сейчас в Корчуку сказал поставить два фогеля. Один туда, другой здесь сделали и убрались. Или один фогель будет здесь двое суток работать. Все. А уложить, если по большому, можно вообще за одну ночь, если два фогеля будет. За пять лет дороги в Самаре резко изменились в лучшую сторону. К концу 2017 года 60% будет соответствовать нормативам. На следующий год городские власти сделали заявку на ремонт улиц на полтора миллиарда рублей. Будем надеяться, что Минтранс в полном объеме удовлетворит нашу заявку. И в следующем году процент хороших дорог увеличим. Увеличится в городе количество мест для культурного отдыха. Особый статус приобретет улица Старозагора. В прошлом году реконструировали участок от 22-го портсъезда до Ново-Вокзальной. Какие лавочки, какие урны. Не просто так вот, оранжевые какие-то, да, здесь солидно все, красиво, очень ухоженно. То есть, вот кого не спроси, в принципе, этот ремонт всех устраивает. Главное, чтобы он сохранился, вот что. Сохранился. А это, в общем-то, зависит от самих нас. В первую очередь в следующем году приведут в порядок все заводское шоссе. Но в вокзальную продолжат строить улицы Мичурина и Дачную. На втором плане – дворовые и внутриквартальные дороги. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. Готовность 95%. В Самаре завершается ремонт Галактионовской. Улицу обновляет в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Новое покрытие, тротуары, светофуры и бордюры. Когда Галактионовская полностью преобразится, знает Алина Чемерес. Галактионовскую ремонтируют в темное время суток, чтобы не мешать движению. Улицу приводят в порядок в границах Красноармейской и Полевой. Сейчас работа на завершающей стадии и закончатся они до конца октября. Участок улицы длиной в 2 километра начали ремонтировать в апреле. Ранее здесь привели в порядок инженерные коммуникации, обновили бордюры. Вскоре на Галактионовской появятся новые дорожные знаки, урны и светофоры. Сейчас рабочие кладут тротуарную плитку, в том числе тактильную. Приводят в порядок трамвайные пути, заезды во дворы, проезжую часть. Только за эту ночь на Галактионовской уложили 7 камазов асфальта. Он уверяет подрядчик высшего качества и прослужит долго. Гарантия 5 лет и я думаю, что всю гарантию продвижит без всяких проблем. Если возможно будут какие-нибудь выбоины, потом выкрашивания, швы будут расходиться. Мы, естественно, будем немедленно применять меры по устранению всяких этих дефектов. Комплекс на ремонт Галактионовской проводится по заказу городской администрации. Улицу обновляют по программе развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольятинской агломерации в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». В целом на ремонт Галактионовской направлено около 150 миллионов рублей. Ход работ на каждом этапе контролируют представители подрядчика и кураторы учреждения подведомственного департаменту городского хозяйства и экологии. Контролируем работы в процессе укладки асфальтобетонной смеси. Также после укладки происходит отбор проб кернов, где определяется уплотнение асфальта, толщина асфальта. К подрядчику претензий нет, работы выполняются качественно, замечаний тоже нет. По словам жителей, улица давно требовала ремонта. Автомобилисты уже оценили результат. Стало лучше, особенно для безопасности, когда едешь и не думаешь про какие-то ямы или неровности. Действительно следишь за обстановкой, плотный поток постоянно, по центру особенно. И стало намного, я считаю, безопаснее и спокойнее ездить. Также в Самаре сейчас завершаются работы на улице Полевой. В порядок приводят Волжский проспект, Алексей Толстого, Водников, Комсомольскую, Фрунзе. Всего в этом году в рамках федерального проекта обновят 43 улицы. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. Самара вошла в топ-10 по уровню зарплат по стране. Сколько сейчас составляет средний заработок по городу, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. В конце рабочей недели нефть дорожает и поднялась до отметки в 57 долларов за баррель. Валюта дешевеет. На выходные Центробанк установил курс доллара на отметке 57 рублей 61 копейка, евро 68 рублей 14 копеек, золото стоит 2400 рублей, серебро 31 рубль 89 копеек за грамм. В самарских отделениях банков дешевле всего доллар можно было купить за 57 рублей 90 копеек, дороже всего продать за 57 рублей 40 копеек. Курс электронной валюты бьет рекорды. За один биткоин дает уже почти 6000 долларов. И аналитики говорят, это не предел. Средний чек россиянина за один поход в магазин вырос до 524 рублей. В Приворском федеральном округе этот показатель составляет почти 460 рублей. А Самара вошла в топ-10 по уровню зарплат по стране. Эксперты подсчитали, что средняя зарплата самарцев составляет 30 тысяч рублей. За год она выросла на 5 процентов. Самой высокооплачиваемой оказалась работа в сфере IT и интернет – 40 тысяч. Самая низкая средняя зарплата в сфере искусства и развлечения – 20 тысяч рублей в месяц. На этом все. Удачи в делах! Продукты напрямую от фермеров. В Октябрьском районе города открылась выставка-ярмарка. Около двух десятков предпринимателей съехали со всего региона. По торговым рядам прогулялась и Алина Чемерес. 14 видов колбас, сосиски, пельмени. У Вадима Когана весь товар собственного производства. Фермерское хозяйство развивает уже 9 лет. Говорит, в его продукции никаких консервантов, только мясо и специи. На ярмарке за домашними колбасами выстраивается очередь. Приходят много, берут детям. У меня есть сосиски из кролика, сосиски из теляцины. Берут маленьким детям, берут люди, которые ставят аллергию. Кролик, потому что самое диетическое мясо. Есть ветчина из мяса из кролика, пельмени есть из кролика. У меня полный цикл от производства сырья, от производства мяса до конечного продукта. Сегодня на ярмарке выставки в Октябрьском районе около двух десятков предпринимателей со всех уголков губернии. Фермеры торгуют перед зданием районной администрации с раннего утра. Мы, как власть районная, конечно, договариваясь с фермерами, говорим, чтобы цены должны быть реальные для населения. Они не должны превышать те цены, которые есть в торговой сети. И нам бы очень хотелось, чтобы они были значительно ниже, чем на рынках. Для предпринимателей это бесплатное мероприятие. Они не платят ни за место, они не платят никаких арендных плат. Здесь собраны именно товаропроизводители. Здесь нет ни одного перекупщика товаров. Здесь человек, если сам производит, то он сам приехал продавать. Такие ярмарки проходят в Октябрьском районе регулярно. И это уже пятое. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. Кровная помощь. Сотрудник транспортного ОМОНа Росгвардии стал почетным донором. Мужчина сдает кровь уже 6 лет. За это время помог десяткам людей. Почему он решил именно так помогать людям, спросила Алина Чемерис. Маршрут известен. Шестой год как на работе. Мое почтение. Мы рады вас видеть. Спасибо большое. Вы всем ординно нас видите. В военной форме сотрудника транспортного ОМОНа Андрея Иванюшина здесь видеть не привыкли. Для врачей станции переливания крови он в первую очередь один из лучших доноров. Каждый раз его встречают как доброго друга. Чего бы его не просил, позвонишь, он всегда придет на помощь и детям, и больным. Всем. Это действительно уникальный донор. Гемоглобин 150 лучше не бывает. Соответствовать должны. 26,6 лучше не бывает. Здесь прекрасные вас анализы. Схема давно отработана. Прежде чем сдать кровь, необходимо пройти все анализы. Обязательная часть программы – горячий сладкий чай. И только после этого добро пожаловать в зал переливания крови. Здесь ждут только тех, у кого нет проблем со здоровьем. Андрей Иванюшин не курит, не пьет алкоголь, старается правильно питаться. И это, говорит, помогает и в работе. Ныне полковник на службу заступил 35 лет назад. Прошел две чеченские компании. В ОМОНе трудится почти 20 лет. Говорит, кто, как не боец спецназа, должен быть донором. Крутая мотивация. Если человек вливает мою кровь здоровую, кровь другого, любого гражданина, а тем более сотрудника спецподразделения. Все, болезнь бежит не знаю куда. Вот и все. Вот это главная мотивация. Главная мотивация – себя держать в здоровом теле. Свой первый донорский опыт Андрей получил, решив помочь другу. Сдал кровь для него. Сразу понял, спасти может других людей. Осознавая это, делится после каждой процедуры, чувствует внутреннее удовлетворение. Рассказывают врачи станции переливания крови. Порой звонят и говорят, человеку нужна помощь. Нужно срочно приехать. Вот здесь, например, девочка, роженица была. Трудные роды были. Необходима была кровь. В выходной за 130 километров сдачи я несу сюда, чтобы сдать кровь. Соответственно, моя кровь помогла. Она выжила. Мы не имеем права отказывать. Тем более, это прописано в законе Росгвардии. Мы должны всегда приходить на помощь самые первые. Уже все сотрудники его знают и всегда его ждут. И знают, что если к нему обратиться, он всегда не откажет. У него группа достаточно редкая, вторая отрицательная. И он у нас и кровь сдавал, и плазму, и тромбоциты. Однозначно, за его спиной уже достаточно много спасенных жизней. За шесть лет Андрей Иванюшин сдал кровь как минимум 40 раз. Сегодня ему вручают значок почетного донора. Мужчина удивляется. Не ожидал. Ого, это уже вообще. А я для себя еще. Когда это будет? Все, большое спасибо. Очень приятно. Поздравляю. Спасибо большое. Звание почетного донора не только показывает на то, что человек многим помог. Оно дает право уходить в отпуск в любое время, вне зависимости от графика. Вне очереди проходить медобследование. Также от Управления соцзащиты почетному донору полагаются ежегодные выплаты. Но это лишь приятный бонус, говорит Андрей. Быть донором он не перестанет. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. Настоящие липы и амурские бархаты микрорайон «Крутые ключи» обзавелся своей аллеей памяти. Теперь здесь будет небольшой парк из 71 дерева. По поручению главы города Олега Фурсова, Самара присоединилась к всероссийской акции «Дерево Победы». Она продлится до 15 ноября. Планируется высадить порядка 900 деревьев разных пород в знаковых местах города, парках, скверах. В числе первых – самарские промышленно-советские районы. А наибольшее количество деревьев в рамках всероссийской акции запланировано к посадке в Красноглинском районе – почти 200 саженцев. Это очень приятно, душевно, радостно, что нас, ветеранов войны, не забывают. Чтобы народ помнил, не забывал о солдатах, где наши солдаты, отцы, матеря, братья, сестры полегли на Великой войне. Эта акция носит не только политический, исторический, но и экологический характер. Добровольцами высаживаются аллеи и присваиваются имена ветеранов Великой Отечественной войны каким-то знаковым событиям. В Самаре свершилась модная революция. Именно октябрю 2017 года был посвящен 17-й фестиваль моды «Поволжский сезон» Александра Васильева. Молодые дизайнеры показывали свою фирменную одежду, которая вполне может потеснить творение именитых модельеров. Коллекция оценивала и наш модный обозреватель Андрей Горгуленко. 17-й «Поволжский сезон» и в 17-й год и в год столетия революции. Другой темы у фестиваля и быть не могло. Но революция в моде для каждого модельера – это что-то особенное. Советский модерн и конструктивизм рядом с утонченными дамами Серебряного века. Тема революции настолько широкая, что вдохновению и фантазии модельеров не было предела. Вдохновением для данной моей коллекции не послужила революция. В общепринятом, скажем так, плане все костюмы в какой-то мере направляют умы молодых людей в сторону проблем экологии, чтобы они могли их решать. Ежегодно на протяжении 17 лет участники «Поволжских сезонов» всегда тонко улавливают современные тенденции моды, приправляя их нотами заявленной темы. Я в восторге, я считаю, что я выбираю самые актуальные темы. Я даже несколько сожалею, что на правительственном уровне революция никак не отвечается в столетском своем юбилее. А на фестивале мы имеем право, мы творческие люди. 47 модельеров демонстрировали свои коллекции на полуфинальных показах, а на главную сцену вышли модели 25 дизайнеров. Каждый из них имеет возможность создать свой бренд. Нам есть, чьими именами гордиться. У нас есть эти звездочки, которые стали уже дизайнерами настоящими, открыли свои бренды, что-то уже производят небольшими тиражами и продают. И это очень здорово, потому что это действительно стартап для дизайнеров. Гран-при фестиваля увезла труппа Самарского театра «Пластилиновый дождь». Еще одним лауреатом из Самары стала Любовь Егорова с коллекцией «Авангард. Революция в искусстве» в номинации «Костюм. Художественная реальность». Коллекция Светланы Абашиной стала лучшей в номинации «Костюм. Реальность». А приз за лучший театральный костюм уехал в Подольск к Валентине Павловой и Светлане Аспищевой. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 14 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов. На базе Андроид и Айос. Удачи вам. Увидимся. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова и асфальтовая на велосипедных трассах Преображается и главное украшение парка Озеро очистили от мусора В Самаре продолжают преображаться дворы в рамках программы формирования комфортной городской среды Теперь жители дома 430 по проспекту Карла Маркса время во дворе проводят с удовольствием Здесь установили новые скамейки, песочницу, горку, спортплощадку, обустроили парковку и уложили новый асфальт Всего в рамках программы в этом году запланировано обновить порядка 200 дворов В Самаре по федеральной программе безопасные и качественные дороги преображаются улица Молодогвардейская Ремонтируют дорогу, тротуары, газоны, ограждения Наносят разметку, меняют фонари и светофоры Часть тротуаров выкладывают тактильной плиткой для удобства горожан с ограниченными возможностями здоровья Часть с асфальтобетоном покрытием Подрядчик обещает закончить работы 31 октября Всего в рамках приоритетного федерального проекта безопасные и качественные дороги в Самаре в порядок приведут 43 улицы Субтитры создавал DimaTorzok